Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 23 года, я приехал из города Хабаровска. Я живу в Японии на протяжении двух лет и сейчас обучаюсь в японском колледже на факультете туристического бизнеса. Кудан я поступил в 2010 году и проучился на протяжении одного года. Помимо учения японского языка, я смог вплотную прикоснуться к японской культуре и ознакомиться с культурами разных стран. Помимо учения японского языка, есть всевозможные экскурсии, такие как поездки на Худжисан, Хаконе, Никко, Киото и другие. Также в школе проводятся всевозможные мероприятия, такие как спич-контест, спортивные состязания, приготовление японских блюд. Я считаю, что стоит пробовать пожить в японской семье, поскольку это не только прикосновение к японской культуре, но еще и опора для тех людей, которые собираются жить в Японии долгий период. Скорее всего, семья вам подскажет, поможет, если возникнут какие-то проблемы. А если подружитесь, то это дополнительные хорошие друзья, которые будут помогать вам в дальнейшем, если вы собираетесь жить в Японии долгий период. Сейчас я обучаюсь в японском колледже, поступил в апреле этого года и изучаю турктический бизнес. Буду обучаться в колледже около двух лет и по окончанию собираюсь найти работу в Японии. Именно благодаря школе как раз я смог и поступить в этот колледж. Сейчас главная мечта – это благополучно закончить колледж, где я сейчас обучаюсь, и после окончания найти работу в турктической компании японской и в дальнейшем собираюсь обосноваться в Японии. Приезжайте в Японию и не забывайте учить иероглифы. Здравствуйте, меня зовут Алевтина Ежова, я приехала из города Тольятти, Самарской области. С детства у меня был интерес к Японии, японской культуре, японским традициям. Я смотрела японские фильмы и увлекалась японской музыкой. И однажды я решила, что очень хочу понимать, о чём говорят японцы. Я очень хочу говорить с ними на их языке. Но для того, чтобы выучить язык, хорошо выучить язык, я считаю, что для этого нужно приехать именно в страну носителя языка, то есть в Японию. Поэтому я решила, что нужно приехать в Японию. Самым тяжёлым был выбор школы. Я сравнивала разные школы, их возможности, что они дают после окончания. И мой выбор пал на Кудан, Нихонго Гакуи. Эта школа хороша не только тем, что здесь учатся ребята абсолютно из разных стран, разных национальностей. С ними очень интересно общаться, познавать их культуру. Но также Кудан приобщает вас непосредственно к японской культуре через чайную церемонию, через уроки каллиграфии. Организует встречи с японцами, для того, чтобы вы смогли потренировать свой японский язык. И рассказать японцам о своей культуре, о культуре своей страны. Также Кудан проводит экскурсии по различным историческим местам Японии. По различным музеям города Токио. Это очень интересно. Также учителя в школе очень трепетно относятся к своим ученикам. Всегда подскажут вам, если вы не понимаете что-то. Всегда помогут вам, если у вас возникают какие-то трудности. Также Кудан помогает искать жилье. То есть, если вы испытываете трудности, где же остановиться после того, как вы приехали в Японию, то Кудан обязательно вам поможет в этом. Здесь есть такая программа, как Host Family. То есть, вы живете в семье с японцами. И это, несомненно, помогает поднять вашего уровня японского языка. Так как каждый день вы общаетесь на японском языке. И у вас происходит своеобразный обмен культур. Также ученики этой школы очень дружные ребята. После окончания класса ребята дружно идут в Изакаю. Это японские рестораны. Они существуют только в Японии, я думаю. Там вы сможете приятно провести время с одноклассниками. Поговорите обо всем на свете. Это действительно очень весело. Помимо учебы, а также студенты, я в том числе, подрабатывают. Это тоже очень интересно, потому что во время подработки вы также общаетесь с японцами. И это помогает вам поднять уровень вашего языка. Уровень знания вашего языка. И я считаю, что это очень полезно. Так что, если вы соберетесь приехать в Японию, то обязательно приезжайте в Кудан, потому что здесь очень весело. И обязательно устраивайтесь на подработку. Это не только принесет вам деньги, но и радость от общения с японцами, радость от обмена культурой. Также вы можете завести себе много новых друзей, много новых знакомств, интересных знакомств. Я считаю, что поездка в Японию даст вам много шансов для самореализации, как здесь, так и в России. После окончания школы вы можете поступить либо в Сэмонгако, либо в университет, либо в аспирантуру, куда она также вам в этом поможет. Либо вы можете начать заниматься поисками работы здесь, в Японии, либо по возвращению в Россию у вас есть очень хорошие шансы найти работу, связанную с Японией и японским языком. Плюс к этому будет то, что вы обучались в Японии, и вы непосредственно контактировали с японцами. Также, если вы обучаетесь в Кудан, то у вас есть очень высокие шансы за короткий срок подготовиться к сдаче экзамена на Рёкушкен на любой уровень, так как базовая подготовка здесь достаточно сильная. Так что я советую вам не терять дело время, и если у вас есть мечта, стремиться к ней. Если эта мечта связана с Японией, то обязательно приезжайте в Японию, обязательно приезжайте в Кудан, обязательно пробуйте себя в разных сферах, я имею в виду подработку. обязательно планируйте свое будущее. Если ваша мечта связана с Японией, то обязательно постарайтесь добиться максимума. Япония даст вам этот шанс. Поэтому я желаю вам удойти. Мне попался шанс приехать в Японию. Я работала на телевидении в программе «Международная домашняя кухня». Я готовила и объясняла приготовление украинских блюд. Так как я не говорила ни на английском, ни на японском языках, я решила выучить японский язык. Я поступила в школу Кудан Нихонго Гакуин и изучала японский язык. Кудан日本語 Гакуин Я очень часто ходили на различные фестивали, затем мы ездили на экскурсии, побывали у подножия самой знаменитой горы Фуджи-сан, гордость японцев. Мы очень хорошо и весело проводили время. Я очень люблю учиться в школе. Поэтому посещала я школу без прогулок, без опозданий. Училась я очень усердно в школе. И преподавание преподавателей очень хорошее, мне очень понравилось. Я усердно занималась почти каждую субботу воскресенье. Я тратила на изучение иероглифов и грамматики примерно 5-6 часов. Я очень хотела сдать японский экзамен 2-го уровня. Если вы имеете минимум 2-й уровень японского экзамена, то вы сможете поступить в Японию в высшее учебное заведение или в колледж. А также можно попробовать попытаться поступить на работу в японскую фирму. Значит, немного о Японии. Япония очень красивая, чистая страна. Токио очень комфортабельный город с транспортной хорошей развязкой. Здесь есть очень много культурных мест, где можно хорошо провести время. Например, зоопарки, аквариумы. Затем здесь очень прекрасные японские сады, ботанические сады. Ну и естественно, очень замечательные аттракционы. Мне, конечно, жаль, но в России у нас таких аттракционов нет. И Диснейленд, Диснейси. Японцы очень добродушный народ. Очень такой ответственный. Если вы попадете в трудную минуту, они всегда смогут протянуть вам руку помощи. Затем Япония, ну включая Токио, безопасная страна. Значит, садясь в автобус или в метро, я никогда не переживаю за свой кошелек. Или когда я возвращаюсь поздно домой, я никогда не переживаю, что на улице ко мне кто-то пристанет или кто-то мне нагрубит. Ну и хочу добавить, что в каждом районе есть маленькие милицейские участки, где вы в любое время днем и ночью можете обратиться за помощью и вам не откажут там. Затем хочу вам... Затем хочу рассказать, значит, о... Мы привыкли думать, что Япония... В Японии очень дорогая страна, особенно Токио. Ну, если сравнивать с Россией, проезд метро и проживание, конечно, дороже. Но я хочу отметить, что в Японии можно недорого питаться, можно покупать хорошего качества недорогие вещи. Поэтому не так уж все дорого, как нам кажется. Затем насчет... Ну, вот еще, я думаю, вас интересует землетрясение. Значит, Япония, страна, находится в сейсмической зоне. Землетрясение бывает очень часто. Но по сравнению с другими странами, конструкция зданий в Японии, в Токио, они стойкие к землетрясению. 5 баллов. Ну, вот хочу еще вам пожелать, если вы будете, захотите изучать японский язык, приходите к нам в школу. Школа очень хорошая. Очень много иностранцев, будь с разных стран. Я думаю, вы выучите и японский язык, и английский язык. Всего вам хорошего. И после окончания этой школы желаю вам найти работу в Японии. А я думаю, что у каждого есть шанс найти себе работу. Всего хорошего. Удачи вам. До свидания.